Здравствуйте, друзья! Вы на канале Red Fury MMA. Только что завершились два красочных поединка на UFC 241. Най Диас против Петиса, а также кубинская машина Ромеро против Пауло Костой. И просто сумасшедший главный бой между Меочичем и Кормье. Перейдем к подробностям после небольшой рекламы. Всем приятного просмотра, друзья! Ромеро против Косты можно считать одним из лучших поединков этого года. Я, как фанат смешанных и наборств, получил огромное удовольствие от этого боя. Все предсказывали, что в этом поединке будет нокаут. Однако у нас судейское решение. Первые полтора раунда был активен Коста. Но и Ромеро тоже выглядел очень хорошо. Но именно активные действия показал Паул Коста. В конце второго раунда Ромеро сумел провести первый тейкдаун. В третьем раунде у Ромеро открылось второе дыхание. Бой полностью перешел на сторону Ромеро. По статистике на сайте UFC, Ромеро нанес 125 акцентированных ударов против 118 со стороны Косты. И просто вдумайтесь в эти цифры. 46 ударов Коста нанес в корпус Ромеро. Таким образом, не знаю, насколько это справедливое решение, Но судьи отдали победу Паулу со счетом 29-28. Это уже второй бой подряд для Ромеро, который является очень близким. Победу можно было отдать Ромеро. Как во втором поединке с Робертом Уиттекером, Так и в этом поединке против Паулу Косты. Даже если это была победа Косты, То точно она была не единогласной. А что вы думаете, друзья, по поводу результата этого боя? Своё мнение напишите в комментариях. Как вы думаете, просто слились старичка, чтобы продвинуть молодого бойца? Коумейн-Ивент открывал поединок Диаз против Петиса. Диаз возвращался на этот поединок после трехлетнего простоя. Последний свой поединок он провел против Конора Макгрегора. Энтони Петис выходил на этот поединок в ранге фаворита. Он на два года младше своего оппонента И уступал ему в росте и размайке рук. Диаз сразу стал давить и пробивать, А Энтони старался быть легким на ногах. К концу первого раунда Нейт смог провести тейкдаун. И, по ощущениям, остался за Нейтом. Второй раунд прошел под диктовку Нейта. Он выкинул целый град ударов на Энтони. В третьем раунде Нейт пошел вперед и сразу стал работать в клинче. Петис сначала ему отвечал не менее яростно, Но темп был просто сумасшедший и Энтони быстро устал. В итоге бой продолжился в партере. Судьи единогласно отдали победу Нейту, Ведь он выбросил больше ударов, проводил тейкдауны и был активнее. Сразу после боя с Петисом он вызвал на следующий поединок Хорхема Свидаля. И это будет потрясающее зрелище в будущем. А как вам возвращение стоктонского парня? Своё мнение напишите в комментариях. И просто сенсация UFC 241. Меочич обратно забрал себе поезд домой. Ему удалось нокаутировать корме в четвертом раунде. Это был просто потрясающий бой. Как вам возвращение Меочича? Своё мнение напишите в комментариях, друзья. Кто ожидал такой исход поединка? А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Сегодня будет жарко, друзья. Следите за каналом. Пока!